Сегодняшняя тема передачи это оценка взаимоотношений. Как правильно оценить взаимоотношения? Это может назреть в любой момент, в то время как вы их развиваете или даже готовитесь к этим отношениям. И хотел бы начать с того, чтобы определить некоторые сферы, очень важные для взаимоотношений. Сергей Филинов. Пастор, религовед, кандидат наук, преподаватель, коуч. Автор учебных курсов, программ и тренингов. Автор и популяризатор церемонии «Истинная любовь ждет». Консультант по программе предбрачной подготовки. Женат, воспитывает трех дочерей. Перед этим еще бы сказал, как обычно вообще развивается, вот если так общий культурный контекст брать, как обычно развивают взаимоотношения. Ну, прежде всего, чаще всего это происходит, что есть такая привлекательность, внешняя физиологическая притягательность. И парень видит красоту девушки, девушка смотрит, насколько симпатичен им парень. Это привлекает, влечет их друг к другу. Затем они начинают выстраивать взаимоотношения и переходят на такой уровень эмоций. Когда они проводят больше времени вместе, начинают тоже переживать, ну, какие-то гормональные даже всплески, как об этом говорят ученые-исследователи. И это их побуждает действительно дальше заниматься развитием отношений, строить. Они переживают какие-то восторженные чувства, хотят быть рядом друг с другом. Затем они переходят в сферу такую личностную, когда узнают больше друг о друге, насколько они подходят друг к другу. Затем узнают больше о окружении друг друга. Ну и в последнюю очередь, как это обычно бывает, уже они начинают задумываться о каких-то более серьезных вещах. И здесь касаются такой духовной области. И вот, как вы видите, я так вкратце уже прописал некоторые важные стадии, которые проживают молодые люди, когда развивают отношения. Физиологическая стадия, эмоциональная, психологическая, социальная и затем духовная. Но даже сказав это, я хотел бы обратить внимание, что это не совсем правильный порядок, потому что более правильный. И вот то, что мы ищем именно в свете Божьем порядок, как правильно развивать отношения, он как раз-таки в обратном заключается. Что в первую очередь надо уделить внимание духовному. В духовной сфере в наших взаимоотношениях, затем уже социальной, затем уже психологические, личностные качества друг друга открывать, затем уже эмоциональные сферы и в конце уже физиологические. И так вот, определив вот эти уровни, да, сферы взаимоотношений, я думаю, что это уже такие критерии, которые можно взять за основу для оценки взаимоотношений. И каждый из вас может для себя даже прописать, вот сейчас уровень имеющихся отношений, посмотреть, вот на какой сфере, в какой сфере мы больше уделяем внимания, может прописать, может быть даже на листе бумаги взять и изобразить. Вот в нашем общении, в наших взаимоотношениях, что больше всего занимает, да, вот о чем мы говорим, темы какой сферы больше касаются, как наши взаимоотношения начинались, как они развивались. И теперь хотелось бы вот по каждой из этих сфер чуть расширенно сказать, что подразумевается. Если мы говорим о духовной сфере, которая должна быть, конечно же, в самом основании, то это вопросы, является ли он верующим или она верующим человеком, да, насколько она посвящена Богу, насколько есть действительно жажда возрастать духовно, насколько человек открыто делится своими духовными переживаниями, насколько он посвящен, вовлечен в жизнь церкви, насколько он активно ищет действительно такого духовного роста. И это можно выстраивать, прежде всего, задавая друг другу вопросы, вот как часто в вашем общении действительно вы делитесь какими-то глубокими переживаниями, глубокими откровениями, делитесь тем, что Бог открывает на вашу жизнь, да, вот поделились ли вы тем призванием, которое вы верите, Бог открывает на вашу жизнь. Как меняется молитва, да, как духовная ваша жизнь, с тех пор, как вы развиваете отношения, она улучшается или все-таки она страдает от этих взаимоотношений? Я думаю, что здесь, в этой сфере, очень важно действительно оценить объективно, посмотреть, что происходит. И вопросы здесь связаны с тем, как, мы уже сказали, молитва, с тем, как посвящение, вовлечение в служение, оно больше становится или оно уменьшается? То есть вот это важный вопрос, который нам раскрывает то, как мы выстраиваем отношения в духовном плане, да. Давайте двигаться к следующей сфере, это социальная сфера, когда мы присматриваемся на то окружение, в котором находится наш избранник, да, знакомимся с его друзьями, как он себя проявляет в кругу своих друзей, принимают ли его друзья нас, как пару, да, принимают ли, нравятся ли мне его друзья, кто для него авторитетен, потому что порой действительно среди сверстников есть люди, которые пользуются особым авторитетом, но являются ли они авторитетными для нас? Это тоже вопрос, который очень важно задать, потому что, возможно, он зависит от их мнения, и они важны для него. Как я буду к этому относиться? Когда мы говорим о социальной сфере, это посмотреть на то, как он общается с людьми, которые ему не знакомы, может быть, находясь где-то на улицах города, то есть как он себя ведет, располагает, может быть, будет возможность где-то вместе общаться, служить и видеть, как он относится к нуждающимся, как он относится к тем, кто находится в позиции власти, авторитета, принимает ли он их как людей, которые имеют полномочия распоряжаться и какие-то давать указания. Как он относится к своей работе, отношения с коллегами? Ведь это же очень важно увидеть позицию его, как она относится к работе, что это для нее быть на работе. Это важное призвание, которое она реализует? Или это просто место, где зарабатывают деньги? Ведь разные отношения, может, и из этого мы узнаем, каков характер, и как наши отношения влияют. Да благословит вас Господь! Мы продолжаем обсуждать тему, как оценить взаимоотношения. И у нас сегодня в студии гости Татьяна Шлитгауэр, она служитель церкви 21 века. Уверен, у вас есть очень хороший, интересный для нас опыт, поэтому просим вас поделитесь. Татьяна Шлитгауэр, служитель церкви 21 века, лидер домашней группы, воспитывает троих детей. Все-таки молодые люди развивают отношения в определенный момент. Наверное, это важно, делать остановку, чтобы оценить. Правильные у нас отношения, неправильные, что изменить, как это выглядит. Что бы вы порекомендовали, посоветовали? Я сама, когда имела отношения со своим будущим мужем, для меня это был очень важный вопрос. Как на самом деле оценить? И вы знаете, основное, наверное, что было таким свидетельством того, что это отношение, они имеют благоволение, да, и они как бы созидаются, да. Это было то, что моя жизнь и жизнь моего избранника, да, что она начала расцветать. И для себя, и я уже потом тоже видела это в жизни других людей, что когда отношения, они правильные, когда отношения, они благословенные, то все начинает идти в гору у человека, то есть он начинает развиваться. А когда человек, наоборот, становится хуже, у него все начинает, отношения портятся, и вообще он становится угрюмым, подавленным, и он замороченным, то это, как правило, свидетельство того, что отношения… Что-то не так. Да, что они не клеются, и они не имеют какого-то такого правильного основания. Потому что есть такое место в Библии, где говорится, что если Богу угодны пути человека, то он и врагов его примеряет с ним. Вопрос такой, есть ли способы, чтобы с самого начала понять, что у человека серьезные намерения, как быть? Я думаю, что есть, конечно, некоторые такие факторы, которые подчеркивают серьезность намерений. Насколько человек сам об этом заявляет. Подходит и, знаете, невитьевато как-то предлагает, как бы не взначает, допустим, развивать взаимоотношения. Но есть люди, которые очень даже конкретно говорят, что ты мне симпатичный, мне бы хотелось развивать взаимоотношения, строить. Потом есть еще момент такой, который касается, вот как он заявляет о вас перед другими. Ведь по этому тоже можно посмотреть, то ли он просто представляет вас по имени, да, вы здесь рядом, то ли он говорит, что вы познакомьтесь, это моя подруга, да, или какой-то другой статус представит, как он представит вас перед родителями. Иногда бывает, парни берут достаточно такие очень серьезные шаги, когда уже знакомятся даже с родителями и готовы поговорить о серьезности намерений с родителями. Я знаю такие истории, когда для девушки это было очень важным показателем, что когда парень начнет развивать с ней взаимоотношения, он прежде всего поговорит с родителями. И действительно в ее истории так и было. Парень, начав развивать отношения, как-то встретился с родителями, поговорил с папой, которому сказал, знаете, у меня серьезные намерения к вашей дочери, я хотел бы их развивать, хотел бы строить. Я даже и не уверен, будет ли именно Божья воля, что мы будем вместе, но мои намерения серьезные. И когда он получил одобрение отца, и об этом узнала его дочь, вы знаете, действительно отношения развивались, ну, просто чудным образом. Они действительно потом стали мужем и женой, но вот такое вот подтверждение, оно, конечно же, очень важно. Когда человек открыт с вами, вы можете спросить у него о какой-то жизненной ситуации, и он открыт, он расскажет, он не будет увиливать от ответа, да, уходить. Это тоже хороший показатель, что вы дороги для него, и он рассказывает даже то, что, может быть, другие не знают. Вот это вот, знаете, момент такой, когда вы видите, он доверяет вам, он рассказывает вам что-то очень ценное из своей жизни. Это тоже подчеркивает, что он ценит эти отношения, он доверяет вам, и я думаю, это тоже очень хороший показатель того, что его намерения серьезны. Ну, вот некоторые из критериев, по которым вы можете оценить, насколько действительно серьезные отношения парня. Редактор субтитров А.Семкин